Ла-ла-ла, ту-ду-ду-ду-ду-ду, ла-ла-ла, ту-ду-ду-ду-ду-ду Хм, чего это он задумал? И далеко ли ты собрался? Эм, хотел прогуляться с печенькой. И где же печенька? Эм, она долго собирается. Сэмми, ты же знаешь, что выходить на улицу опасно. Мосью, я больше не могу сидеть дома. Я знаю, чем ты можешь заняться. Кстати, ты должен мне домик. Сделать дом, пока сидишь дома. Выдав привет. Всем привет. Вы, Пересэм, исследователь домашнего мира. Привет, друзья. О, ты решил исследовать дом изнутри, раз исследовать мир за окном нельзя? Да, Сьюзи. Мое заключение в четырех стенах будет увлекательным. Кстати, о стенах. С них и начнем. Наш домик будет двухэтажным. Сейчас я сделаю первый этаж. Не забываем про паркеты обои. Дом должен быть уютным. Здесь мы установим кухню и ванную комнату. А наверху будет две спальни. Их мы сделаем немного позже. А начну я, пожалуй, со стульев. Всегда восхищался их изящными ножками и спинкой. Уверена, ты сделаешь произведение искусства. Тогда я беру на себя весь кухонный гарнитур. Тут тоже много интересного. Например, это очаровательная духовка. Обожаю миниатюрные детали. Хочется стать куколкой и печь кукольные пироги и печенье. А самое главное в миниатюрном доме и уборка миниатюрная. Кстати, первые кукольные домики были предназначены для взрослых. Они появились примерно в 16 веке в Европе. Их могли себе позволить только богатые люди. И только в 17 веке взрослые доверили кукольные домики детям. А самые первые миниатюрные домики делали еще в Древнем Египте. Олега, я внимательно изучил эти детали и понял, что они тебе просто необходимы. Вау, какая красота! Сэмми, это очень тонкая работа. Давай поставим это на место. Деталей так много, что здесь не обойтись без магии. Вуаля! Сэмми, проверь, все ли верно. Да, хотя варочную панель я бы передвинул. А по-моему, все отлично. Как раз осталось место для этой разделочной доски. Отлично! Золотой кран! Да у нас тут богатый домик. И в нем жарят вкусную яичницу. Ха-ха, завтрак почти готов. Фьюзи, ты все перепутала. Скоро уже обед. Хотя я бы не отказалась от второго завтрака. В этом я не сомневаюсь, Сэмми. Кто же откажется от завтрака в таком домике? Давай попробуем сделать такой же завтрак на нашей настоящей кухне. Ну, почему бы и нет. Но сначала доделаем этот домик. У нас еще много работы. Я нашел вот эти штуки. Не знаю, для чего они. Ха-ха-ха. Сразу видно, ты редко готовишь. Теперь соберем лестницу наверх. Она также разделит комнаты. Сделаем красивое покрытие ступенек. Ну так высока. И так близка. Лестница в облака. Ха-ха-ха. Отлично вышло, Сэмми. Группа, браво! Ра-а-а! Ну, наша лестница не в облака, а только на второй этаж домика. Я пока подготовлю самые мягкие части комнаты. Кровати, подушки. Люблю делать ремонт. Особенно клеить обои. В обновленной комнате всегда будто бы легче дышать. Разбери мини-чадр! Не забыл тебе это отдать. Круто! Там внутри лампочка. Спасибо, Сэмми, ты как всегда вовремя. Она будет освещать спальню. Подготовим место для будущих кроватей. Спойлер! Мы сделаем спальню для взрослых и детскую. А теперь вернемся вниз и обустроим ванную комнату. Вуаля! Снова золото! Я подумал, что не буду ничего шить. Шитье – это не мое. Не шей? Возьми лучше клей, так будет быстрее и красивее. Теперь трейте вазельки. И почему я сам не догадался? Не знаю, Сэмми. Возможно, все дело в конфетах. Каких конфетах? Тех, от которых остались только фантики. Ты отвлекаешься. Отвлекся, чуток. Это что, преступление? Нет. Но невнимательность может привести к ошибкам. Например, можно случайно склеить пальцы. А это очень неприятно. Ребята, палец вверх, если согласны, что в работе нужно быть очень внимательным. Помню, ты однажды приклеила к любимой футболке картонную деталь от Крафта. Это был ты. А, да, это был я, ты права. Надо быть внимательнее. Ванная комната почти готова, Сэмми. Как дела со спальнями? Ты меня заболтала. А подушечки сами себя не набьют, знаешь ли. О, да. И ванная комната сама себя не обставит. Хотя... Спрячем ванную комнату от любопытных глаз. И установим потолок. Вау, как здесь теперь уютно. Спрячем электропроводку в стены. Наверху тоже будет уютно за счет освещения. Сьюзи, почему здесь так пусто? Ты нерационально используешь пространство. Хотя бы поставлю здесь это. Сьюзи, ты что-то забыла? Ничего и не забыла. Все идет по плану. Делаю обеденный столик. Ты пока можешь придумать меню угощений. Мы же выяснили, что на завтрак в этом доме едят яичницу. Не оставишь же ты жильцов этого домика без сладкого. Конечно не оставлю. Здесь у нас пирожные в розовой глазури и капкейли. Десерты от шефа и чашечка фабукина, конечно. И букет в качестве комплимента. Карабский ночь, волшебный восстак. Что там у тебя, султан Сэм? А, это шторка. Ты уделяешь преступно мало внимания деталям. Для этого у меня есть ты. О, теперь все на своих местах. У меня для тебя тоже кое-что есть. Кстати, лампочка работает. Вот ее провода. На первом этаже у нас будет стоять телевизор. Проведем электричество. И установим тумбу. Теперь ставим наш телевизор. Фью, кажется мы опять что-то забыли. Фью! Потише. Я читаю. Фью, как ты умудряешься находить книжки даже в мини-домиках? Минута. Книги люблю читать не только я, но и хозяева домика. А перед телевизором будет стоять шикарный мягкий диван. Мне нравится этот диван. Его будет легко переставить в любое место. А я люблю делать перестановку. Сэмми, освободи место для дивана. Хватит смотреть телевизор. Я смотрел наши ролики на ютубе. Кстати, друзья, не забудьте подписаться на канал. О да, мы часто делаем что-то крутое. Жмите на колокольчик и ничего не пропускайте. После ремонта в домике много пыли. Нужно прибраться. Теперь можно и ковер постелить. Поставим диван прямо перед телевизором. Фью, бой подушками! Хап, 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 хап. Ну все, хватит играть. Приступай к декорированию. Я готов. Декоратус мэджикус. А этот столик не нуждается в магии. Он сам волшебный. Это почему? Потому что он как по волшебству вписался в интерьер. Вау, какая красивая спальня. Но здесь нет самого главного. Ба, я хотел немного отдохнуть, а кровати не нашел. Потому что мы ее еще не сделали. Можешь пока отдохнуть на диване в гостиной. Нет, думаю, нужно заняться обустройством детской. У меня куча идей. И все они требуют четкого плана. Хорошо, тогда я жду твоих невероятных интерьерных решений. Думаю, Сэм справится отлично. Палец вверх, если согласны, что Сэм мастер декорирования. Я реактивный слайм. Смотрите, как быстро я собрала этот столик. Это точно. Но со столиком нужно быть аккуратнее. В работе с миниатюрными домиками необходимо спокойствие и сосредоточенность, чтобы аккуратно расставить такие мелкие детальки. Подожди, не начинай без меня. У меня много крутых штук для детской. И что же, например? Когда ты соберешь эту кроватку, я покажу. Тебе понравится. О, какой ты таинственный звездочет. Да, и у меня есть ночник в форме звезды. Все, Сэмми, кроватка готова. Удиви меня своим мастерством декорирования. Это так мило. А на это что скажешь? Ого! Неужели ты сам ее сделал? Не без помощи пары уроков на ютубе, а тогда сам. Но это еще не все. Скоро? Мне уже страшно любопытно. Сьюзи, будь терпеливее. Помедитируй пока. Тут тонкая работа. Вот теперь все. Ого! Сколько здесь всего. Сейчас все покажу. Это шкафчик для книг и разных мелочей. Здесь рядом игрушки. Коврик, чтобы было тепло. И, конечно, моя крутая лошадка. Ну что, Сьюзи, теперь мы расскажем. Коврик, как это? Да, комнаты здесь отличные. Мебель супер. А какой декор. Мне нравится, Сэмми. Мы отлично постарались. Сэмми, как тебе? Сэм, ты где? О, нет. Он отвлек меня и снова пытается сбежать. Друзья, не забывайте подписываться и ставьте лайки. А мне пора ловить беглеца. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!